Николаю Осипову 26 лет и у него два высших образования, одно из которых инклюзивное. Несмотря на ментальные нарушения, молодой человек ведет активный образ жизни, работает помощником программиста. Любит заниматься творчеством, рукоделием, читать электронные книги. А еще он уверенный пользователь интернета. Сегодня в составе группы Центра социальной реабилитации Николай пришел в библиотеку, но не за книгой, а для того, чтобы узнать современные тенденции всемирной паутины. Мне очень понравилось узнать в интернете информацию о том, что, например, если мессажер удалите фотографии, то в облаке не останутся все данные. То, что нельзя много личных данных хранить в интернете, а то можно попасть мошенникам. И, например, ближе сейчас скидывать фотографии, то есть выкладывать, надо согласовывать с друзьями. У нас основная задача – социальная реабилитация. Наши ребята с каждым годом становятся более продвинутыми пользователями в сети и учатся искать нужную информацию, устанавливают такие, как пребывалки, какие-то пользуются соцсетями. У нас есть группа в соцсетях, где мы выкладываем свою информацию, рассказываем о себе, чтобы другие ребята видели и тоже к нам приобщались. Гостями сегодняшнего мероприятия стали люди с ограниченными возможностями здоровья. Им рассказали, как пользоваться интернетом, какие существуют правила, отдельно затронули вопрос безопасности в сети. Интернет сейчас охватывает практически все стороны жизни. Это и коммунальные услуги, это и расчеты, это и просто общение, это социальные сети. И везде мы должны быть на чеку, так сказать, для того, чтобы не попасться и к мошенникам, и чтобы нам самим не заразить свой компьютер, например, вирусами. Это тоже сейчас распространенная проблема. То есть внимательно следить за тем, как мы ведем себя в интернете, куда мы ходим, что мы смотрим. Такие встречи позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья не только социально адаптироваться. Новые знания позволяют получать основные представления о современных информационных технологиях. Елена Чернявская, Петр Паломеев, События.